Наши девушки подтвердили высокий класс Чувашской школы вольной борьбы. Юниорское первенство России, которое завершилось в Новочебоксарском спорткомплексе, принесло сборной республике золотую и серебряную медали. Спортсменки в возрасте до 20 лет боролись за награды первенства России в 8 весовых категориях. Увеличение олимпийских категорий в женской вольной борьбе, а на летних играх в Лондоне было разыграно 6 комплектов медалей, добавило популярности этому виду спорта. Так что в город Химиков, уже с прицелом на Токио 2020, приехали попытать свои силы около 140 спортсменок из 32 регионов страны. Рад, что наши чувашские спортсмены попадают в сборную команды. И в очередной раз на этих соревнованиях, я думаю, тоже уже мы увидим новые лица, появятся новые спортсменки из нашей республики. И было бы очень приятно, если бы туда попала спортсменка из родного Шамушинского района. Было бы супер, я считаю. О высоком накале борьбы за места на пьедестале почета свидетельствовали и стартовые протоколы. В категории до 51 килограмма за путевку в финал, дающую право войти в состав национальной команды, боролись 27 спортсменок. Причем шесть из них, в том числе и воспитанница пятой школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии Анастасия Иванова, уже имеют в своем активе награды не только с официальных российских соревнований. Подопечные тренеров Дениса Егорова и Юрия Львова, хотя и не без проблем, но все же удалось попасть в финал. Уже подготовка идет с укладки волос, это уже один из моментов настроя Иванова и Анастасии. Соперница более чем серьезная, фаворит в этом весе, но мы тоже готовы. На финальный поединок против бронзового призера первенства мира новоиспеченной петербурженки Луизы Сулеймановой Настя, она в синем трико, выходила предельно собранной. Однако ни спортсменка, ни ее наставник не сумели предусмотреть судейские ошибки. Домашний ковер на этот раз не помог. Арбитр встречи побоялся зафиксировать туше. В итоге смазанный второй период и, как следствие, вместо золота – серебро. На ковре нельзя расслабляться, надо до конца бороться всегда. Я думаю, что этот финал послужит мне уроком. За подругу ответила воспитанница третьей школы Олимпийского резерва Мария Кузнецова. Бронзовый чемпион прошлогоднего первенства мира в категории до 63 килограммов на этот раз на пути к российскому золоту просто смела всех своих соперниц, не отдав им ни единого балла. Виктор Вавилкин, Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.